Уважаемые друзья, я начну, наверное, как модератор определенный, да, просто вступить на какое-то слово не большое, мы обычно привыкли к первый день проводить собрания, говорить не было, но уже несколько стартов мы его не делаем, потому что информация, которая дается на организационных собраниях, она сейчас до всех доносится, где проживать, какие потоки, то есть ничего не меняется, количество участников укладывается, известное нам. Но, тем не менее, сегодня мы решили провести так называемый небольшой судейский семинар. Объясняю, почему мы решили это сделать. У нас прошел чемпионат Европы и, к сожалению, самые возрастные участники из первых групп получили нулевые оценки. и это то же самое, что было несколько лет назад также на международных стартах на чемпионате Европы в Романе Риме. Также там порядка четырех или пяти участников уехали с нулевыми оценками и это в основном касается, конечно, самых возрастных спортсменов, да, наверное, шестидесяти лет старше. Перед началом, буквально сегодня, час назад, обсуждали мы одну с другу такую ситуацию и понимаем, что если бы у нас было не три участника возрастных, а десять, то, вероятно, девять из них уехали бы с нулевыми оценками. Двадцать, скорее всего, было бы пятнадцать нулевых оценок. Почему мы так говорим? Потому что мы видим, как судят на международных соревнованиях и мы можем посмотреть, какое судейство у нас на внутренних сторонах. То есть засчитывается много того, чего не должно было засчитываться. Поэтому мы неоднократно эту тему и на общих собраниях поднимаем, да, что со своей стороны мы стараемся качество судейства улучшать, да, то есть мы привлекаем к судейству не только выступающих спортсменов, потому что есть определенная солидарность коллегам по помосту, да, по помосту. Стараемся также привлекать судей со стороны, которые судят вернство России для того, чтобы более объективное было судейство с их стороны. Но, тем не менее, все равно эта проблема, эта проблема, она присутствует. Особенно актуальна она в преддверии будущего чемпионата мира, который, мы все-таки надеемся, рано или поздно в Туре состоится. И не хотелось бы, чтобы, да, там большая команда от России, которая наверняка будет представлена, вот таким образом отличилась в кавычках, да, в плане техники. Сегодня мы решили провести судейский семинар для того, чтобы вы примерно поняли принципы, по которым работает судья. Да, я вижу здесь, конечно, судей из первенства России, которые там прошли школу серьезную. Я вспоминаю, как пару раз присутствовал на совещаниях с Донецкором, который там за каждое это самое, и каждого выискивал, и ты вот здесь неправильно судил, или здесь, наоборот, не засчитал, а должен был засчитывать. Конечно, это, это как бы уровень, нам Донецкоро далеко, но мы к этому стремимся. Да, все вы знакомы с Екатериной Егоровой, которая вот уже несколько соревнований помогает нам как раз-таки по судейству, и сейчас она как раз и даст вам определенную информацию, общую информацию, потом какую-то частную информацию для вас. Ну, надеюсь, это будет полезно. У меня большая просьба все это донести до ваших коллег, которые сегодня не смогли по тем один причинам присутствовать, да, что такой вопрос поднимался. Так что слово Екатерине, а я с вашим позволением немножко в организационных моментах поучаствую, мы его каждый раз приглашаем. Он мне звонил, что он приедет. Ну, это будет очень круто. Я ему не звонила, но я надеюсь. Все, Екатерина. Добрый вечер, уважаемые коллеги, друзья, спортсмены, судьи. Очень рада, что часть из вас доехали до семинара, так его назовем. Ну, как сказал Алексей, учитывая последние события на мировых российских помостах, решили все-таки организовать такое совещание и напомнить, в первую очередь, напомнить спортсменам об их ошибках, очень серьезных ошибках, из-за которых мы не получаем очки, мы получаем баранки. На порядке дня у нас, так скажем, три вопроса. Во-первых, это обзор технических правил. Здесь я не стала углубляться в какие-то нюансы, прям вот жесткие нюансы, а именно то, что происходит на помостах среди старших возрастных рук. Ну, напомню, что рывок – это есть одно непрерывное движение, непрерывное движение до полного выпрямления рук над головой. В ножницы или в сердце. Кто-то в полуприсед рвел. По мосту можно касаться только ступнями, ничем другим. Фиксация веса над головой только на прямых руках. В финальной точке руки и ноги спортсмена полностью выпрямлены. Ступни находятся на одной линии, в параллельной плоскости туловища и штанги. Спортсмен должен ждать сигнала рефери, чтобы пустить штангу. Некоторые вновь, которые с нами начинают соревноваться, да, в наших соревнованиях, не знают это или забывают. То есть на тренировках им не говорят, что они должны зафиксировать вес над головой и ждать сигнал рефери. Это уже касается всех судей. Рефери незамедлительно должен дать сигнал, чтобы штангу спортсмен опустил, как только произошла фиксация и неподвижность его состояния на помосте. Толчок у нас – это упражнение, состоящее из двух частей, как вы знаете. Первая часть – это подъем на грудь. Также одно непрерывное движение от помоста на грудь в положении ножна цилилисед. Кто-то также принимает штангу в полуприсе. То есть это не запрещено. Штанга не должна касаться груди до ее остановки в финальной позиции, где она фиксируется на ключицах или на груди, или на полностью согнутых руках. То есть вот этого не должно быть. Это двойной подъем. Пламосты можно касаться также только ступнями. То есть у многих есть ошибка колена. Разведите коленочки больше в сторону и встанете. Перед выполнением толчка от груди ноги спортсмена должны быть выпрямлены. Ступни ног расположены на одной линии параллельно плоскости туловища и штанги. То есть вас не должно никогда не спрашивать ни в какую сторону. Вторая часть упражнения – это толчок от груди. Спортсмен должен принять неподвижное положение после выполнения подъема на грудь до начала толчка от груди. То есть вот у вас штанга остановилась и только после этого вы начинаете толчок с груди. Спортсмен сгибает и разгибает руки и ноги, чтобы поднять штангу вверх одним движением до полного разгибания рук. При этом ноги разбрасываются в положение ножницы или положение седы. У кого-то полуприсит даже, то есть швунг-толчков. Спортсмен возвращает ступни на одну линию параллельно плоскости туловища и штанги, сохраняя ступни с разогнутыми руки до финального положения с полным разгибанием ног. У многих спортсменов есть такая фишка. Когда толкают с груди, они продолжают просаживаться и намеренно выпрямляют руки медленно. То есть они уже поняли, что они вытолкнули, но дальше не смогут ее, они пожмут. И они продолжают движение вниз с выпрямлением рук наверх. То есть это тоже ошибка. А вот по поводу этой ошибки как идет трансователь? Потому что правила там специально я посмотрел. То есть в нижней фазе амплитуды спортсмен должен выпрямить руки. Получается он в нижней фазе амплитуды еще не достиг? Не достиг. Просаживается. Да. И как бы он уже чувствует, что он уже дальше не просядет. А руки-то выпрямляются. Ага. То есть вот здесь вот будет ошибка. А если это все происходит... То есть движать. Финальное движение должно быть и руки, и ноги. Ноги зафиксировались внизу, руки зафиксировались вверху. В один момент. Но если это было немножко медленнее... Да. Если руки опоздали, если руки опоздали, то это ошибка. Но если это одновременно было, но медленно, то это нормально. Ну мы можем это структовать как швунг-жимогон. Ага. То есть здесь тоже очень тонкая грань вот этого... Да. Я почему... То есть я просто объясню вам. Допустим, толкнул и раз... Нет. Вот это вот нет. Нет. Штанга уже прошла как бы мертвую точку. Ага. И вот он эту мертвую точку прошел, а дальше он чувствует все. Ему либо фиксироваться так, либо ему просесть. И в это время... То есть там незаметно происходит это... Это идет вниз, это идет вверх. Да. Незаметно происходит. Но по пути это правило он же не нарушил. У него нижняя часть амплута не достигнута. Он... По сути да. Но если явно, явно, если вы видите, что явно у него прям дожив, то это ошибка у спортсмена. Понял. Но нам просто как на языке правил спортсмена так красиво объяснить, чтобы не было вопросов. Потому что у нас вот все ссылаются, что я же нижней фазы не достиг. Вот еще. Еще раз. Спортсмен сгибает и разгибает ноги и руки. То есть сгибает ноги, разгибает руки. Чтобы поднять штангу вверх одним движением до полного разгибания рук. Это трактуется уже как дожив. То есть по сути это дожив, но есть. То есть мы можем тогда сказать, что была большая пролза? Да. Можем. Да, можем. Вполне. Спортсмен возвращает ступни на одну линию параллельно простости туловища и штанги, сохраняя полностью разогнутыми руки до финального положения с полным разгибанием ног. То есть когда он уже собирает ноги, у него руки не должны нигде гулять, ничего. Плечи, сами знаете, допускаются. Локти нет. Также, как и в рывке, спортсмен должен дождаться сигнала рефима. И преднамеренно не бросать штангу, не пройдя уровень плеч. А также не бросать за голову. То есть это тоже грубейшие ошибки. Но в некоторых случаях рефери дают сигнал «подъем удачный». Потому что там тоже не всегда успеешь посмотреть, достиг он уровня плеч, чтобы отпустить штангу или нет. Ну за голову это уже естественно ошибка грубейшая. Перед толчком... Ну да, он толкнул. И он начинает бросать. У тебя 30 секунд, ты нажимаешь красный. Нет? Если нажал белый, ты нажимаешь красный. А, все понятно. Да, да. У спортсмена есть возможность поправить положение штанги в нескольких случаях. Чтобы освободить большие пальцы рук от захвата, если затруднено дыхание, придавила штанга. Если штанга причиняет боль, то есть уронил на ключице больно, то есть ее как бы поправил. И для того, чтобы изменить черену хват. Поправка положения штанги не является ошибкой. В обоих упражнениях в рефере должны считать подъем неудачным в любой незавершенной попытке, в которой гриф штанги достиг высоты и уровня коленей. То есть где-то он, в нашем случае, тягу. Либо высотная тяга, либо просто тяга. До колена не считается. У спортсмена есть возможность продолжить попытку, если он дотянул штангу до колена, опустил ее. Время не останавливается. Он может вернуться, он может уйти, он может вернуться на помост и продолжить свою попытку. Если время не закончилось, да. После сигнала рефере опустить штангу, спортсмен должен опустить ее перед собой и не допускать преднамеренного или случайного ее падения. Как я уже сказала, она должна пройти уровень плеч. Спортсмен, который не сможет, не может выпрямить руки, ногтей или ногтях, должен заявить об этом. Как показать это рефере и жюри перед каждым подходом? Либо до начала соревнований, либо во время каждого подъема? Да, вопрос очень важный. Очень многие выходят, не показывают этого, никак ни в чем не мало поднимают. Естественно, локоть не включается до конца. В этом случае, я поняла, в этом случае, если локоть до конца не включается, подъем защиты. Если он показывает, он поднимает и дожимает. Это ошибка. То есть, если он не показал, мы жестко не рубли? Нет, мы нет. Все поняли? Он может. Это его право. Право спортсмена показать, что у него ногти не включаются. Раньше на это обращали внимание. Но вот семинар проводил нам покойный Владимир Анатольевич Сунтыков в старом осколе. Он сказал, что это упразднили. То есть, сделали право спортсмену. То есть, он не обязан свой физический недостаток уточнять. Он слабый, чтобы не попасть? Да, да, да. Вот так вот он поднял. Вот, у него одна рука так, другая так. Вот. Все, он держит сразу. А если он? Понятно. Так. По поводу смазок все вы понимаете, да? То есть, бедра, бедро мы не можем смазывать ни сироконом, ни жиром, ни маслом, ни водой, ни тальком. Единственное, что мы можем, это если сильно потеет бедро, намазать магнезий. Это выпускается. Про бандажи. Многие спрашивают, почему нельзя наложить бандаж, как в правилах написано. 5 сантиметров и 5 сантиметров. 10 сантиметровая зона. Все. Вот. Здесь, как бы, никакие, так же, как и повязки. Только, вот, в 10 сантиметровой зоне локтя. Никакой компрессии, как бы, не сработает. Единственное, что... Нет, можно... Допускается, допускается. Даже перчатка допускается. Вот. Обычная фитнес-почарка. Она, кстати. Но. Она не должна покрывать фалангу. Вот. Первая фаланга. Все. Пальцы. Намотку. Липкой ленты. Этим. Бинтом. Мы можем заматывать. Но. У нас должен быть виден... Фаланга должна быть видна. Ноготь. Нет. Ну, можно даже половину ногтя, чтобы было видно. Это допускается. Увеличение не допускается. Так же и на всех остальных пальцах. Вопрос поддержки. Вот сразу давайте тоже обсудим. У меня все ее вопросы по самому. У нас учили. 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 Сейчас. Вопрос. Облегающая. Облегающая возможности. Облегающая. Вот отсюда. И отсюда. Это все-таки и правильно. Это все-таки да. У нас еще... Понимаете, когда вот Владимир Анатольевич занялся этой темой, он, к сожалению, не успел ее закончить. Он хотел именно перенести все вот эти вот новые введения международные, международных правил, перевести нам на российскую тяжелую атлетику, в том числе и на выведение по поводу установления на помосте четырех камер, для того, чтобы возможность была оскорить видео, но, к сожалению, не успел. В какой стадии сейчас это, я, к сожалению, не могу вам сказать. Но он до нас эту всю информацию доводил. А тут вопрос такой, очень интересный нюанс. То есть правила Ильеева, они изменились, но правильно я понял, что формально в российских правилах изменений пока нет. Я нигде, я нигде, нет гарантии, нигде я не нашла изменений. Да, потому что вот у нас, когда этот вопрос был, вот по условной тельняшке, да? Не тельняшка, однотонная, без рисунка, без всего, однотонная. Ну, в общем, да, вот это вот. Рашгарды вот эти вот. Рашгарды, да. У нас когда вопрос был, то есть одни говорят, ну, в правилах Ильеев же изменения есть, вот на мире они выступают, нормально. Други говорят, у нас по правилам в ТАР соревнования происходят. Да. А где на русском языке написано, что может быть? В ТАРе написано, почему? Встречник? Нет, там нет. Там нет, я все прочитала, там нет. Нет. Нет, может быть, есть какое-то постановление в ТАРе, которое мы не знаем? Я тоже не могу сказать, но сколько я ездила по соревнованиям, очень многие, очень многие выступают именно вот. Ну, то есть правильно я понял, что общая политика партии, что мы разрешаем сейчас? Мы разрешаем. Это, ну, уже сколько соревнований, уже, наверное, третий год я езжу везде. Ну, я уже не беру старый геодорф. Сейчас нормально, это не готово. Да, и у нас приезжают, на ЦФУ у нас народ выступает тоже, кто в длинной. Но, единственное, в локте оно должно быть очень облегающим, не должно висеть. То есть не должно затопиться, чтобы вопросов не получать. Сейчас. Вопросы по, что же можно там сработать, не да? Вот здесь у меня кожа сухая, и при работе с партизией у меня шокуется кожа, нагняка. Я ее пинтую согласно через медсестру. В медсестру. Через врача. Так, и рыкать будет правильно. Вняла, но правильно. Я сейчас не готова ответить на эти вопросы, потому что вот в правилах написано «Паланга должна быть, не должна быть закрываться». То есть она может быть, прям вот чуть-чуть может торчать, то есть чтобы видно было, что вы туда ничего не подложили и не нарастили себе, чтобы у вас был лучший факт. Он имеет в виду, если, допустим, у него травма? Я поняла, травма. Я поняла по травмам, но я не готова ответить. Вопросы. Так. Максимально облегающие. То есть не тонкое, а максимально облегающие. Есть как самое. Тоже, тоже, да. То есть то, что не дает дополнительной компрессии. То есть у нас разрешены бандажи под одежду. У нас разрешены бандажи сверх одежды. То есть это наколенники. Налокотники не разрешены. Под наколенником есть какие-то? Нет. Все хорошо. Ничего никаких я не нашла таких. По ремню вы все знаете. 12 сантиметров допустимая ширина. А вот этот ремень, на какое тело? А сколько? Я сейчас видел на соревнованиях, в сборах был. Один тренер лежал, пособили с ним. Вот у него ремень, как футболка. Нет, ремень смотря какой, как футболка. Тяжелатлетический. Он соответствует размере. Ну и что? Нет, здесь бандаж. Нет, бандаж это бандаж. Он разрешен. Под футболку, под костюм, то есть под комбинезон. Он разрешен. Сверху мы даже можем, извините, если допускает главный судья соревнований, выступлений в футболках и в шортах. То есть уже вопросов не новую. Девочка там закрыла себя ремнем тяжелатлетическим. Я не думаю, что это что-то страшное. Она себе создала дополнительные трения от ремня. То есть здесь тоже. Ну, это просто пытались... Нет, просто, видимо, пытались до чего-то докопаться, чтобы оскорить. Правила я тоже такого не видела. Я знаю, что любой ремень, бандаж любой, можно под трико надеться. Так, приступим к самому интересному. Ура! К запрещенным действиям спортсменов, а также часто повторяющимся ошибкам. Начнем с очень интересного. Подъем с виса, определяемый как остановка движения штанги вверх во время тяги. Здесь, ну вот вообще по всем этим запрещенным действиям спортсменов, большая просьба к спортсменам. Все это происходит из-за того, что вы идете на больший вес, который уже не может вам покориться. Я понимаю, все хотят рекордов, все хотят личных рекордов. Но давайте будем помнить про то, что все-таки хочется в Туле провести мир и хочется достойного выступления, чтобы наша команда выглядела очень красиво, очень достойно. Поэтому необходимо, во-первых, думать о том, сколько мы вешаем вес на штангу. Если 70 пошла легко, 72 может вообще не пойти. Касание помоста любой частью тела, кроме ступней. Это всем понятно. У кого-то очень низкий сет, может коснуться попой. Кто-то не справился с коленями, не хватает силу ног, коснулся коленом. Тоже незачетно. Окончание движения с дожимом, определяемое как продолжение разгибания рук после того, как спортсмен достиг своего самого нижнего положения в сетке. Вот, это запрещенное действие. То есть он уже сел, а руки идут дальше. Это даже в рывке и в толчке с груди соответственно. Пауза во время разгибания рук. Вытолкнул, нажал. Сгибание и разгибание локтей во время вставания в финальное положение. То есть из положения ножницы или сет начинаем вставать. И у нас возвратное движение происходит. Сход соревновательного помоста всем понятно, да? То есть сошел, либо диск упал, либо штанга упала с соревновательного помоста. Все. Не зачтено. Падение штанги или бросок штанги после сигнала рефери с опусканием ее захвата спортсменам до момента прохождения штанги уровня плеч, а также падение бросок штанги за голову. Тоже уже сказала. Очень интересный момент. Опускание неполного набора установленного веса штанги на соревновательный помост. Такая ситуация произошла у нас в Владимире на «Золотых куполах» с Татьяной Кошириной. В Грозном тоже самое. Ну, в Грозном, честно, не видела. А вот с Татьяной Кошириной была такая ситуация, что штангу поставили не щелчок, а просто под замок. И оставалось вот промежуток такой, куда добавили 0,5. Она ее толкнула. Стоит, ей рефери дают сигнал, она начинает ее опускать, и у нее падает диск один с одной стороны. Но так как штанга была неправильного размера, так скажем, ей разрешили попытку повторить. Удается попытку, да. Удается, если оборудование не соответствовало. Диск не соответствует, сразу не падает. Так, расположение спортсмена. Вот здесь вот, как бы, нам всем не особо, как бы, это вот нужно, да. Но напомню, расположение спортсмена не строго напротив центрального рефери в начале упражнения. То есть все спортсмены старших возрастных групп привыкли, во-первых, походить как раз по центру, и всегда приветствовать. Это больше касаемо дедов. Освобождение штанги до сигнала рефери. Новое правило есть такое, после того, как опустил штангу, или перед тем, как подойти к ней, нельзя штангу трогать обувь. То есть не поправлять, это, скорее всего, пришло из кроссовника. А на обувь, Кать, на обувь вот так можно толкнуть? Написано обувь. Только обувь. То есть вы можете поправить голенью, руками там, но обувью нельзя. Уважение к штангу. И исключено правило, нельзя касаться головой. Ну, штанга не должна касаться головой. Волосы, всякие приспособления, резинки, это все часть головы. Это правило упразднено. Нет, у кого-то очень широкий хват, и может, как бы, почти коснуться его. Мужчины могут почти коснуться. Это правило теперь людей. Запрещены незавершенные движения, положения, а именно, неравномерное или незавершенное разгибание рук при выполнении упражнений. Это понятно. Неправильное завершение упражнения с расположением стоп и штанги ни на одной линии и ни параллельно просто стеклоющим. Неправильное завершение упражнения с неполным разгибанием коленей. Тоже понятно. Колени не разогнул, сигнал рейтери не даст, то есть штанга у вас упадет. Если, конечно, есть силы, то не упадет. Нет, ну вы хоть шпагат сядьте, только не касайтесь по мосту третьей точкой. Все. Они, да, они должны... Извиняюсь. Они, да, они не так, она одной плоскости, я уже говорю. Ну, а хоть вот так. Да хоть вот так вот, если вы вот так вот удержите, хоть так вот стойте. Ширина разбросок нерегламентирована. Так. Запрещенное движение в рывке, это самое главное, это пауза во время подъема штанги. Это запрещенное вообще всегда. Запрещенное движение при подъеме на грудь. Отдых. Или расположение штанги на груди в промежуточном положении до ее финальной позиции. Двойной подъем на грудь. Перекат. Тасание бедер или коленей, локтями или любой другой частью рук. То есть, если локтями не коснулся широкая постановка, но и широкое, как бы, удержание штанги на груди, можно коснуться и вот этой частью. То есть, не только локоть, но любая часть руки. Запрещенное движение в толчке от груди. Любая явная попытка толчка, которая не закончена, включая опускание туловища или сгибание коленей. Двойной подседкой. То есть, вы подсели, чуть-чуть выпрямились, опять сели и пошли. И любое раскачивание штангов. То есть, толчок от груди должен осуществляться только после того, как вы зафиксировали штанг. Так, ну так как здесь все судьи квалифицированные и не нуждаются, как бы, в каком-нибудь больном наставлении, но есть наставление к спортсменам. Спортсмены, пожалуйста, очень прошу вас, не заставляйте судей нервничать. Они хотят работать по правилам. Им так же, вот, я такая же судья, мне так же хочется всем помочь преодолеть какой-то рубеж свой личный. Но давайте работать по правилам. Если спортсмен отработает по правилам качественно, то и качество судейства, соответственно, будет намного выше. Прошу вас задуматься, пожалуйста. Ну на этом моя лекция завершена. Если есть какие-то вопросы, я постараюсь ответить. Спасибо. Остановили память.